На этой неделе мы с вами познакомились с несколькими очень важными элементами языка Python. Во-первых, это циклы. Циклы while и for. Во-вторых, это строки. И, наконец, списки. Для того, чтобы лучше разобраться во всех этих конструкциях, давайте разберем несколько задач. Начнем мы с классической задачи поиск минимума в списке. Конечно же, для того, чтобы найти минимум в списке, можно использовать стандартную функцию min, которую я упоминал. Но для того, чтобы лучше разобраться в работе со списками, давайте реализуем эту функциональность самостоятельно. Пусть список нам сдается в виде одной строчки, где значения элементов списка, которые являются целыми числами, разделены пробелами. И наша задача будет найти минимальное число. В данном случае это число 3. Давайте для начала подумаем об алгоритме решения этой задачи. Мы с вами уже разбирали задачу, в которой надо было искать минимум из двух чисел. И, таким образом, мы умеем находить минимальное число из двух элементов. Что же делать в случае, если у нас элементов больше, чем 2? Ну, посмотрим. Давайте сначала найдем минимум из двух чисел. И запомним его. Теперь у нас появляется третье число. Давайте для того, чтобы найти минимум из трех чисел, сравним найденный минимум с новым элементом. И запомним его в качестве результата. В данном случае это будет 4. Дальше у нас появляется следующий элемент. Сравним его с нашим минимумом среди первых трех элементов. Это будет число 3. У нас появляется очередной элемент. Мы снова сравниваем новый элемент с текущим значением минимума. Остается значение 3. И, наконец, у нас добавляется последний элемент, число 7. Рассматриваем его, сравниваем с текущим значением минимума. Если надо, обновляем. Ну, в данном случае 3 меньше, чем 7, поэтому результат остается тройкой. И этот результат мы можем вывести в качестве значения. Таким образом, у нас получается алгоритм поиска минимума. Мы заводим специальную переменную, в которую можем сразу записать значение самого первого элемента списка. То есть, если у нас список какой-то a, то мы в переменную m можем записать a нулевую. Дальше, перебирая все элементы списка, мы сравниваем каждый элемент с текущим значением числа m. И если очередной элемент является меньше, чем значение m, мы обновляем значение переменной m, делаем ее равным найденному очередному значению элемента списка. Тогда, пробежав по всему списку, m будет иметь значение, равное минимальному элементу. Ну, хорошо. Теперь, если алгоритм понятен, давайте напишем программу.